Слово для доклада о бюджете городского округа Архангельской области Северодвинск на 2023 и плановый период 2024-2025 годов предоставляется начальнику финансового управления администрации Северодвинска Ступоковой Светлане Михайловне. Вашему вниманию представлен проект бюджета городского округа Архангельской области Северодвинск на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Проект сформирован в соответствии с положениями и нормами, установленными действующими нормативными актами с учетом изменений, внесенных федеральной и областной законами. Представленный на рассмотрение проект местного бюджета составлен на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования Северодвинска на 2023-2025 годы, основных направлений бюджетно-налоговой политики муниципального образования Северодвинска на 2023 главный период, муниципальный программ Северодвинска, разработан в соответствии с утвержденным порядком. В проекте местного бюджета учтены доходы и расходы межбюджетных трансфертов, суммы, которые утверждены действующим решением о бюджете в редакции от 8 сентября 2022 года. После принятия закона Архангельской области об областном бюджете на 2023 год и плановый период, объемы межбюджетных трансфертов будут уточтены. На слайде вашего внимания представлены основные характеристики местного бюджета на 2023 год и плановый период и динамики 2021-2022 годов. Значительное снижение доходов и расходов в 2024 году по отношению к 2023 году обусловлено уменьшением поступления межбюджетных трансфертов в связи с завершением в 2023 году таких значимых объектов, как реконструкция моста через Никольское устье Северное, строительство автомобильных дорог в 85-м квартале, строительство крытой ледовой арены на территории стадиона «Север» и других объектов. Вернемся к параметрам на 2023 год. Так, доходы планируются в объеме 10,991,8 миллиона, расходы в сумме 11,286,4 миллиона рублей, дефицит 294,6 миллиона рублей. Налоговые доходы местного бюджета на 2023 год прогнозированы в объеме 4,189,9 миллиона, неналоговые в объеме 398,8 миллиона рублей. Межбюджетные трансферты утверждены в объеме 6,402,9 миллиона рублей. В целом, общий объем доходов, повторюсь, на 2023 год за счет всех источников прогнозируется в сумме 10,991,8 миллиона рублей. Структура доходов местного бюджета на 2023 год и плановый период в динамике представлены на следующем слайде. 80,2% дохода местного бюджета, запланированных на 2023 год, это поступление в план налогу на доходы физических лиц. 6,4% налоги на имущество, 4,7% прочие налоговые доходы, 8,7% неналоговые доходы. Местный бюджет сформирован в программном формате. Структура расходов бюджета ориентирована на цели и задачи 14 муниципальных программ и направлена на достижение установленных показателей и результатов. Расходы по муниципальным программам в 2023 году составят 97% или 10,951,8 миллиона от общего объема расходов. В структуре расходов местного бюджета 2023 года по отраслям наиболее значимая доля традиционно приходится на образование 47,7% и национальную экономику 26,9%. На жилищно-коммунальное хозяйство 7%, общегосударственные вопросы 6,3%, социальную политику 3,9%, культуру и кинематографию 2,9%. В рамках реализации 14 муниципальных программ в 2023-2025 годах утверждены 5 новых муниципальных программ в сфере жилищного строительства, комфортной городской среды и образования, культуры и социальной поддержки населения, которые утверждаются взамен программам, завершающим свои действия в текущем году. В новых программах уточнены задачи, конкретизированные мероприятия, что обеспечивают полную прозрачность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Напомню, расходы на муниципальные программы в 2023 году составили 10,951,8 миллиона рублей. Инновацией проекта бюджета является формирование единого резерва для оперативно финансированных мероприятий, связанных с профилактикой устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, на реализацию отдельных поручений главы Северодвинского мероприятия по предотвращению влияния и ухудшения геополитической ситуации на развитии отраслей экономики в условиях санкций. Средства зарезервированы в объеме 2023 год 137,4 миллиона рублей, 2024 год 112,4 миллиона рублей, 2025 год 101,1 миллиона рублей и будут расходоваться в соответствии с утвержденным порядком. Кроме того, предусматривается из этого резерва финансирование целевых субсидий для лиц, которые прибыли с территории Украины, Донецка и Луганских народных республик, возмещение расходов образовательного учреждения при зачислении детей, прибывших с родителями в лагеря дневного пребывания, обеспечения мероприятий по организации предоставления дополнительных мер в социальной поддержке семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Перейдем непосредственно к программе. Муниципальная программа развития образования Северодвинска составляет 48,8% от общего объема расходов на 2023 год, или 5,346,2 миллиона рублей. Основное направление затрат в структуре программы – это развитие образования детей. И составляет 4,847,3 миллиона рублей, или 90,7%. Кроме того, предусматриваются средства на формирование комфортно-безопасной образовательной среды, запланированных 248,5 миллионов рублей, а также на развитие инфраструктуры муниципальной системы образования – 105,5 миллионов рублей. Будут сохранены все социальные обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, в соответствии с указами президента Российской Федерации. По индексации оплаты труда не указаны в категории работников, доведение уровня оплаты труда работников обслуживающих персонала до минимального размера оплаты труда в соответствии с районным коэффициентом и в годами Крайнего Севера. А также компенсация проезда к месту отдыха, обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся. По дошкольному образованию запланированы средства бюджета в размере 2,343,3 миллиона рублей на выполнение муниципального задания и на иные цели для 27 детских садов и 5 структурных подразделений. Среднегодовой контингент детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 2023 году составит 11 486 человек. По общему образованию средства предусмотрены на функционирование 28 школ в размере 2,189,1 миллиона рублей. Среднегодовой контингент обучающихся составит 21 976 человек. По доп. образованию запланированы средства бюджета в размере 314,9 миллиона рублей и средства запланированы на обеспечение семи учреждений дополнительного образования. Контингент на 2023 год составит 16 143 человека. В части развития образования средства будут направлены на ежемесячное денежное вознаграждение безогласное руководство педагогическим работникам и общеобразовательных организаций, организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования доп. образования детей, проведение комплекса мероприятий, направленных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период. В рамках программы развития образования Северодвинска поделено особое внимание мероприятиям радиотеррористической направленности. Расходы бюджета по данному направлению составят на 2023 год 153,2 миллиона рублей. Средства предусматриваются на оборудование объектов муниципальных образовательных организаций, системами охранной сигнализации, организацию помещений для постов охраны, проведение работ по модернизации систем тревожной сигнализации, приобретение специального оборудования и обеспечения физической охраны. В 2023 году также планируется осуществить капитальный ремонт и строительство объектов, инфраструктуру и системы образования, улучшение технического состояния зданий и сооружений, повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения. На слайде вашему вниманию представлены основные направления мероприятия в этом направлении. На исполнение бюджетных обязательных с вами программы развития физической культуры и спорта Северодвинска ежегодно предусматривается 36,5 миллионов рублей. Основную часть составляет расходы на повышение интереса различных категорий населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта. Также в 2023 году в рамках адресной инвестиционной программы запланированы средства бюджета в размере 454,7 миллионов рублей на 2023-2024 годы на строительство объекта капитального строительства здания крытой ледовой арены на территории стадиона Севера. В том числе средства местного бюджета составляют 277 миллионов рублей. Муниципальная программа развития сферы культуры и муниципального образования Северодвинск Всего предусмотрено 551,3 миллиона рублей, из них 539,5 миллионов – это средства местного бюджета. Основные расходы программы направлены на обеспечение функционирования и развитие муниципальных учреждений культуры и школ искусств. Также в местном бюджете предусматривается средство на 2023 год на ремонт фасада здания детской художественной школы номер 2 в сумме 26,9 миллионов рублей. На развитие библиотечного дела планируется направить 109,6 миллионов рублей, в том числе на проведение мероприятий по созданию модельных библиотек в городском округе на базе библиотеки-мегротеки «Книжкин дом». На развитие музейного дела выделено 26,5 миллионов рублей. В целом программа направлена на повышение качества и доступности муниципальных услуг дополнительного образования для детей, подростков и взрослых в сфере культуры и стимулирования творческой самореализации молодых дарований. Муниципальная программа «Молодежь Северодвинска» включает в себя 4 подпрограммы, направленные на создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий для самореализации, социального становления и развития молодых граждан в различных сферах жизнедеятельности города. Не останутся без внимания социально-ориентированных некоммерческих организаций. На их поддержку предусматривается в 2023 году 22,9 миллиона рублей, и средства будут направлены на взаимодействие органов местного самоуправления и социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение эффективности реализации мероприятий, объединяющих людей с ограниченными возможностями здоровья. На социальную поддержку населения на 2023 год запланировано 179,9 миллиона рублей, и предусматриваются следующие меры поддержки. Это адресная материальная помощь в виде денежных социальных выплат, выплаты единовременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проездные билеты в лечебные учреждения с социально незащищенным категориям населения, талоны на проезд в социальном такси и автобусе в городах Пангельс, а также сохранится возмещение расходов транспортным организациям за перевозку льгодных категорий граждан. На финансирование производственной сферы в 2023 году планируется направить 3,9 млрд рублей, что составляет более 29% от всех запланированных расходов местного бюджета. На решение вопроса вне власти национальной экономики предусмотрено более 3 млрд рублей, что составляет порядка 78% от общей суммы расходов на производственную сферу, и наибольшие дельные весы, с которых занимают расходы на дорожное хозяйство. На жилищно-коммунальную сферу будет направлено 780,9 млн рублей. На мероприятия в сфере охраны окружающей среды предусматривается свыше 122 млн рублей. На решение вопросов транспорта в 2023 году в рамках муниципальной программы обеспечения комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования Север-Отминск направляется 107,6 млн. В том числе 14,6 млн. это на выполнение работ по содержанию узкоколейной железнодорожного комплекса и на предоставление субсидий на перевозку пассажиров подвижным составом узкоколейной железной дороги улицы Водогон, поселок Белое озеро. Также на реформу пассажирского автомобильно-общественного транспорта в 2023 году предусматриваются средства областного бюджета в 92,9 млн рублей. На организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах на территории Север-Отминска данный проект планируется реализовывать с 1 сентября 2023 года и средства областного бюджета будут увеличены в течение года. Муниципальным образованием Север-Отминск содержится более 193 км автодорог на выполнение мероприятий в области дорожного хозяйства в 2023 году запланировано 2 млн 875,8 млн рублей. В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы развития жилищного строительства Север-Отминска планируется завершить реконструкцию моста через Никольское осье и строительство автомобильных дорог в 85 квартале. На эти цели предусмотрено 2 млрд 88 млн рублей за счет всех уровней бюджета. В том числе средства местного бюджета составляют 156,6 млн рублей. На содержание автомобильных дорог направляется 375 млн рублей, в том числе на устранение деформации и повреждение дорожного покрытия 89,9 млн рублей. Также продолжатся работы по ремонту тротуара автобусных остановок. На эти цели запланировано 28,9 млн рублей. В следующем году продолжится работа по ремонту автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасная качественная дорога». В бюджете предусматривается 263,3 млн рублей, в том числе за счет местного бюджета 74,4 млн рублей. Планируется отремонтироваться 7 объектов дорожной инфраструктуры. На ремонт проезда к дворовым территориям будет направлено 64,8 млн рублей местного бюджета и 25,5 млн на мероприятия по содержанию, ремонту, средству регулирования дорожного движения на установку содержания ремонта светофорных объектов, дорожных знаков, на проведение аварийных работ, по восстановлению поврежденных технических средств регулирования дорожного движения, а также на восстановление нанесения дорожной разметки. Администрация из Северодвинска продолжается поддержка малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы экономического развития муниципального образования из Северодвинска. На данной цели запланировано 1,6 млн. рублей. Средства направляются на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и на содействие развитию микрофинансирования. На финансирование жилищно-коммунального хозяйства запланировано 780,9 рублей. Основную долю из них 405,3 млн. Это составляет как вложение в развитие жилищного строительства и создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах. Кроме того, будет осуществлен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и в муниципальных общежитиях, а также предусматриваются средства на укрепление строительных конструкций, обследование многоквартирных домов и другие мероприятия в области жилищного хозяйства. На реализацию мероприятий муниципальной адресной программы формирования комфортной городской среды в 2023 г. запланировано 78,2 млн. рублей и 16,8 млн. на благоустройство придомовых и общественных территорий за счет средств местного бюджета. В 2023 г. планируется благоустроить 2 дворовые и 3 общественные территории. Администрацией Северодвинска продолжится работа по привлечению средств межбюджетных транспортов для реализации мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы, общий объем которой на 2023 г. составляет 2,812 млн. рублей. В части как вложения в объекты производственной сферы предусматривается 2,497 млн. рублей. В 2023 г. планируется ввести в эксплуатацию 5 объектов, в том числе 2 многоквартирных дома. Это в районе улицы Полярная 37,28 и Индустриальная 23,16 на сумму 397,4 млн. рублей. Завершит реконструкцию моста через Никольское области Северной Двины. Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85. Наружное освещение пешеходных переходов в районе остановки Лесхоз, развилка на Солзенском шоссе и Санте-Пенькин. Также предусматривается средство на реконструкцию проспекта Победы от улицы Кирилкина до проспекта Морского и на проектирование пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе проспекта Труда. На реализацию муниципальной программы охраны окружающей среды в 2023 году запланированы средства в сумме 122,2 млн. рублей. Такой значительный объем финансирования по данному направлению предусматривается впервые и связано это с изменением законодательства. Средства планируется направить на озеленение, в ход за зелеными насаждениями на территории городского округа, на разработку проекта по комплексному зеленению Северодвинска. Также будут продолжены работы по проведению мероприятий по улучшению качества окружающей среды, на лепедацию несанкционированных свалок в Северодвинске, Нюнахсе и поселке Белого озера, на выполнение работ по охране защиты городских лицов, на содержании берегов рек, озер, водоемов и особо охраняемой территории остров Ядр. Перечень мероприятий в области природопользования является закрытым. Он утвержден постановлением правительства от 2 августа 2022 года. План мероприятий утверждается на региональном уровне, по согласованию с Минприродой России на сегодняшний момент данный план не согласован. Возможны внесения изменений в течение 2023 года. В 2023 году продолжатся работы по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей предусматривается 14,8 миллионов рублей для софинансирования из местного бюджета. Также средства поступят из федерального областного и градообразующих предприятий. На обеспечение финансовой поддержки населения Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий, запланировано 7,6 миллионов рублей. На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без причины родителей, предусматривается 21,5 миллиона рублей. В завершение, еще раз предлагаю вашему вниманию основные параметры местного бюджета на 2023 год и плановый период. Бюджет сбалансирован, имеет социальную направленность и сформирован, исходя из показателей развития экономики Северодвинска и возможностей доходного потенциала. Доклад завершен. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...